Девушки отдыхают «FCC won't let me be, or let me be, so let me see, they try to shut me down». Эта цитата — юридический прецедент, на который ссылаются адвокаты Илона Маска в документе для отмены указа, по которому он обязан получить одобрение любых заявлений о своей компании. В 2002 году решение FCC Федеральной комиссии по связи оштрафовать радиостанцию за воспроизведение музыки Эминема было отменено, исходя из первой поправки американской конституции. Маск использует ту же линию защиты, призывая к свободе слова. Миллиардер подписал указ о согласии, который сейчас он пытается отменить, после того, как его твиты о Тесле повлияли на фондовый рынок и стоимость компании. Судья постановил гендиректору Spotify дать показания по делу Эминема. В августе 2019 года издатель «Eight Mile Style» заявил о нарушении авторских прав почти на 250 песен Эминема, транслируемых на платформе. Компания заявила, что Spotify классифицировал песни, в том числе «Lose Yourself», как песню, правообладатель которых неизвестен. «Eight Mile Style» требует возмещения ущерба в размере 150 тысяч долларов за каждую из 243 песен, или в общей сложности 36 миллионов 450 тысяч долларов. В течение нескольких месяцев компания Spotify пыталась отправить кого-нибудь для дачи показаний по этому делу вместо генерального директора Дэниела Эка. Они использовали различные аргументы, но судья согласился с «Eight Mile Style» и постановил, что Эк должен лично предоставить информацию по делу. «The Game готов выпустить дис на Эминема». По словам его менеджера, в АК-100 у «The Game» готов дис и даже ответ на гипотетический ответ Эмма. «Черный Слим Шейди, мы идем за Эминемом». Эминем ответил машин Ганн Келли и Нику Кэнону. «Так будет и в этот раз». Ведущий по понятным причинам был удивлен яростью, которую ВАК-100 вложил в свое заявление, особенно учитывая, что «The Game» начал всю эту историю как вызов, чтобы доказать, что он лучше Эминема как рэпер. Но ВАК-100 продолжал напор. «Ты же знаешь, что Эминем никого не уважает. Он не уважал свою собственную мать. Он проявил неуважение к самому себе. Говорил о том, как убил свою мать, засунул ее в багажник. Если он не против сделать это с собой, то у него нет никаких препятствий, чтобы сделать это с другим ублюдком. Он не играет по правилам. Даже с самим собой». Вся болтовня ВАК-100 звучит как накачка перед боем с тенью. Он называет своего собственного артиста как черную версию Эминема, убивая надежду на его оригинальность еще до релиза Диса. Он раздувает пламя отсутствующего бифа и устанавливает правила для мифической дуэли с Эминемом, которой никогда не будет. Рассказ объяснил, почему The Game не может сравниться с Эминемом. Рассказ ожидаемо считает, что рэперы, которые пользуются услугами гострайтера, не должны пытаться баттлить с людьми, которые сами пишут свои треки. В интервью The Art of Dialogue Рас не мог удержаться от смеха, когда его попросили прокомментировать недавнее заявление The Game. «С рэперами, которые пишут свои тексты, должны баттлить только те рэперы, которые сами пишут свои тексты. Точка». На этом разговор окончен. Я бы снова сказал, что Эминем, как рэпер, заслуживает уважения. Никто не забрался так высоко, чтобы с ним нельзя было сразиться. Но вот важное правило. Ты должен писать свои текста. Если ты не пишешь свои треки и сидишь с двумя или тремя ниггерами, которые помогают тебе писать твой рэп, ты не участвуешь в этом разговоре. Conway The Machine ценит одобрение Эминема выше, чем любую прибыль. Разговаривая с Мэлом и Рори сразу после выхода своего дебютного альбома на Shady Records God Don't Make Mistakes, Conway ответил на комментарии Рори о том, что Shady Records и Эминем недостаточно усердно работают над продвижением и поддержкой своих артистов. Я не могу говорить о том, как они вели дела до этого, или о каких-либо других артистах, или о том, что они делают. Я просто знаю, что как только у меня сошлись звезды, как только я запрыгнул на водительское сидение, мы сделали это возможным. Мне кажется, всегда ты сам капитан своего собственного корабля. Какое бы решение ты не принял, на что бы ты ни подписался, ты должен соответствовать решению. Я должен выразить респект Полу и Шейди. Судя по тому, что я вижу, Шейди превзошел все мои ожидания. Эминем позвонил мне и сказал, «Йоу, это классика, братан! Я слушаю тот альбом, мне осталось еще две песни, но ты, возможно, по-тихому сделал хип-хоп-классику. Теперь мне не нужны деньги. Для меня все свершилось. Это больше, чем любой чек, который кто-либо мог бы мне выписать, потому что я очень уважаю Эмма». Участники группы АТС новой кей-поп-сенсации рассказали о влиянии Эминема. Группа АТС, образованная под эгидой могущественного лейбла KQ Entertainment, всего за три года достигла высокого уровня. В конце своего тура по США кей-поп-кумиры рассказали об истоках своего творчества. На студии Power 106 артисты ответили на вопросы о своей жизни вне шоу-бизнеса и до него. Хан Джун, лидер группы, рассказал, что Эминем оказал на него огромное влияние. Эминем — мой первый и мой любимый рэпер. Сначала я услышал Without Me. Это песня, которая привела меня к Эминему. Когда я впервые услышал эту песню, я записал карандашом все слова, каждую строчку, а потом я выучил эту песню наизусть на английском языке. Тайлер, the creator, попал в клуб обладателей более одной грэмми за хип-хоп. Лидер Эминем. Тайлер получил вторую премию Грэмми за лучший рэп-альбом в этом году и стал пятым хип-хоп-исполнителем в истории, сделавшим это. Кроме него, в списке рэперов, которые больше раза побеждали в номинации «Лучший рэп-альбом» на Грэмми, числятся Эминем, Кайни Уэст, Ауткест и Кендрик Ламар. Конечно, Тайлеру предстоит пройти долгий путь, если он хочет догнать Эминема. Маршал получил 15 Грэмми, 6 из которых за лучший рэп-альбом. Но хорошая новость для всех, кто хочет побить рекорд Эмма, заключается в том, что Маршал не получит новых Грэмми и ему на это наплевать.